увлекательное дело наука не важно сколько в ней правдивых фактов или вымыслов не будем тут вспоминать гениальные слова пушкина и не будем заливаться слезами и вот ученые согласно ими установленной хронологии вынуждены констатировать что гигантская ящерица морская исчезла около 85 миллионов лет назад а плеиозавры пропали около 75 миллионов лет а вездесущие аммониты около 70 миллионов лет гигантские черепахи и двуногие камптозавры около 60 миллионов лет и данные свидетельствуют что многие виды исчезали за 20 50 тысяч лет а некоторые вымирали в течение миллиона лет и одновременно согласно под счетом компьютерных программ насколько им можно верить и как все объемлющие они составлены это вопрос скорее веры а не знания вся наука такого не стоит удивляться такова какая она есть и мы ее либо принимаем либо сомневаемся так вот она утверждает что массовое вымирание повторяется каждые 26 миллионов лет то есть компьютер насчитал от 8 до 12 таких процессов последние 250 миллионов лет самое страшное вымирание произошло в конце перми это такой исторический выделенный наукой период около двести сорока восьми миллионов лет назад подобно тогда погибло 80 процентов всех живых существ того времени и вот еще один ученый вывод что после массового вымирания исчезла две трети всех живых существ в эру верхней креды уже на земле так и не появились никакие гигантские животные например один из рекордов гигантизма установили остатки огромной ящерицы длиной 12 метра метров массой 12 тонн высота его было три с половиной метра и найдены они на границе 1 бразилии называли ящеру пуру завры он превосходил этот ящер даже тиранозавра рекса вымершего около 60 миллионов лет самые древние из предков пура завра находят в среднем трессе около 200 миллионов лет а сам он жил аж до 80 миллионов лет то есть уже мило цене на побережье и в болотах амазонки находят его кости а как считается уже тогда жили первые гоминиды эта наука допускает сожалению находят мало остатков они от геоминидов влажная атмосфера не способствует сохранению живых организмов способствуя их наоборот быстрому разложению и исчезновению мы же как человеке существуем как считается тысячи лет и только последний период регулярно исследуем и наблюдаем окружающую жизнь так считает наука что ж последуем пока в этом за нею такой вот факт научный факт видов динозавров должно было быть не менее тысячи а известно всего лишь 220 вот и в этом мы тоже разберемся чуть позже и